Шиномонтажек в городе много. Это абсолютно не факт, что та шиномонтажка, тот ларек с чумазым заспавшимся молодым человеком, который до 12, а может быть до утра пырхается с колесами, дешевле, чем автоцентр-фаворит. Вы просто приедьте сюда на выезд из города в сторону Соленая, но если не можете приехать, позвоните по этому телефону и узнаете, сколько стоит шиномонтаж. А теперь посмотрите, как здесь работают на шиномонтажном комплексе. Но прежде чем начать вам показывать, как надо обращаться с автомобильной резиной, мы покажем вам то, чего нет в ларьках. В ларях круглосуточных нет полного ассортимента автомобильной резины и дисков. Ассортимента народного там нет. Народу ведь иногда нужна дешевая коляска, и не всегда ему импорт подавай. Круглая? И ладно, на штамповке, ну и что? А есть еще и кованые и литые диски от 2000 с небольшим, так это вообще зашибись. Ну и чтобы было понятно, что автокомплекс-фаворит не стоит на месте, и он постоянно расширяется, вот накладаем. Прихода дисков. Вот они и лежат, еще не расставленные. Так вот, в этой накладной 880 дисков, между прочим. Что-то я наврал. 4 на 4. Правду говорю. Короче, знаете, сколько здесь дисков? 1600. Что-то с математикой у меня плохо. Вот так вот, автоцентр-фаворит готовится к новому сезону и завоевыванию вашего доверия. А теперь про серьезный подход к такому простому делу, как шиномонтаж. Я уж честно не думаю, что сейчас поколение представляет себе, как переобуть автомобиль, используя только домкрат и монтировку. Но мы-то это делали, и делали легко. Сейчас техника и моет, и разбирает в разы быстрее. Кстати, помыть колесо перед монтажом предложат не везде, а значит, возможен косяк на балансировке. Не каждый предложит обработать резину консервантом, а значит, липучка в жарком гараже просохнет, и зимой уже того камильфо не будет. Пакетик предложат не каждый, а значит, попадете на повесос багажника, либо чистку салона, в зависимости от размеров багажника. Не каждый использует третью руку, а значит, может разорвать силовой корт, либо поцарапать диск. Я вам перечислю, в принципе, свои ошибки, которых нахватался на других шиномонтажках. Думайте сами, надо ли их повторять. Может, проще все-таки приехать в фаворит? Меня немножко бесить начинает, когда говорят, что радио, там, журнальная реклама, баннерная, еще хуже, сарафанное радио может затмить с собой силу телевидения. Вот недавно, кстати, опыт был такой. Интернет-сообщество бунтовало. Никому-то не нравилась Единая Россия. Мне лично партия власти нравится, ну, там свои косяки есть, конечно. Вот, президент, мне и тот, и другой нравится. Тем более, Дмитрий Медведев под конец очень хорошо банкам отомстил за то, что они устроили период его президентства. Теперь у нас будет Владимир Владимирович. И телевидение в течение недели буквально так вот хлоп, и задушило все оппозиционные настроения. Потому что реально-то все нормально. Ну, а для того, чтобы в очередной раз дать поддых все-таки любителям сарафанного радио, скажу. Вот, давайте попробуем. Я вам сейчас покажу. Один-единственный факт. У меня автомобиль. Таких автомобилей в городе три штуки. Со 40-ой Мерседеса есть. А вот двигатель V12, это только три. Я приехал сюда, в автоцентр, фаворит, что на выезде в сторону озера Соленое, заправка Шурави, с одной простой целью. Ну, захотелось мне их подколоть. Спросила их. Ну-ка, пацаны, вы же тут самые крутые. Ну, по крайней мере, они хотят такими быть. Есть ли у вас фильтр на мой автомобиль? Оказалось, что есть. В результате мне пришлось тут же его купить. Потому что цена вопроса 200 рублей. Но вы, конечно, сюда приезжаете не только за запчастями. Хотя, объясняю, фильтры здесь есть на все автомобили. Вы же сюда приезжаете пока на шиномонтаж. Но если вы думаете, что вдруг для вас места не хватит, и времени не будет, позвоните по телефону, да запишитесь. Так, спасибо. Спасибо.